На западе страны общественники и просто неравнодушные борются за жизнь бездомных животных. Они готовы принять помощь фонда Брижит Бардо. Французскую актрису ужаснул жестокий способ уничтожения кошек и собак. В обращении к президенту Казахстана она упомянула два города – Уральск и Атарау. Местные чиновники факты и кинодзивы опровергают. Роза Сатканова выясняла, как обстоит ситуация на самом деле. Ай да маленькая, ай да малышка, ай да моя, напугались, да, напугались. Пронизывающий ветер, стужи и холод. В любое время года, каждый день она спешит к своим питомцам. Несколько лет назад Тамара Абрамичева буквально вырвала их у сотрудников местной службы по отлову. Когда они вот отстреливают, например, да, и получилось так, что остались вот щенки. Я этих щенков прям встала вот так вот и говорю, не отдам. Я их забрала и привезла сюда, в гараж. Это уже нашего пирата, правнуки уже здесь живут. Не имеет значения, дождь, снег там, морозы, все равно я иду, потому что они ждут. Они ждут, надо кормить. Все-таки, как не говорите, они же живые существа. И потом надо убраться, прибраться. Со своей скромной пенсии она покупает мясные обрезки. Летом на даче косит сено, чтобы четвероногим зимой было теплее. Вот уже много лет помогает зоозащитным организациям. И ужасается, когда слышит об очередном убийстве животных. Они по-варварски убивают. У нас же жила Альфа. Это собака, которую дети все любили. Она никого не трогала. Смотрю, отловщики едут. И она несется ко мне, падает у меня под ногами. У нее вот такой хлынула кровь. Это пешеходный тротуар, где ходят в детсад, вот в Орленок, где ходят в школу дети. Это белым днем было. Мы пытались, ее понесли на руках. Думали, сейчас, может быть, мы ей что-то реанимируем, там ее, да. А она уже все. Я вообще потом, знаете, да, я болела прям. Потому что это страшно видеть. За год в городе было отловлено около пяти тысяч бездомных собак и двухсот кошек. Три дня их держат питомники, затем усыпляют и хоронят скотомогильники. Согласно правилам, животные у нас не сжигаются. Варварское отношение к животным с нашей стороны не допускается. Сразу уничтожаются тогда, когда они представляют угрозу непосредственно. Когда дети не могут в школу зайти, или кого-то покусали, если собака там агрессивная, может даже признаки бешенства могут быть. Такие случаи уничтожаются на месте. Это прописано правилами. Эти фотографии были присланы жителям Тоскалинского района. Два дня назад его ТАЗЗа убили рядом с домом. Как утверждает сам хозяин, сотрудники ветеринарной службы. Ветстанция приезжает, даже во дворах стреляет, на глазах у детей. Их на месте отстреливают и прям сразу их сжигают. Есть факт, у нас много, и видео было материалы. Мы писали петицию, собирали против жестокого отстрела. Пишут и атераусские зоозащитники. И кажется, власти их услышали. В этом году впервые выделили 5 миллионов тенге на стерилизацию и кастрацию животных. А еще организация «Доброе сердце» может рассчитывать на 16 соток земли под строительство приюта. Но одной земли мало. На его создание нужны еще около 40 миллионов тенге. Мы считаем, что Бриджит Бардо дала большой толчок не только в нашем городе, но и по всему Казахстану, чтобы власти обратили внимание на данную проблему. И, конечно же, мы с удовольствием будем сотрудничать с ее фондом. Мы, конечно, за стерилизацию, за кастрацию, но по-любому в городе нужен приют. На протяжении 5 лет мы боремся с этим. Ко всем Акимам обращались. У нас просто написано, как футбольный мяч. Футболят с одного места на другое. У нас нет гуманности. И поэтому, чтобы просто ходили собаки, чипирование, мы не те люди еще, мы не готовы к этому. Да, надо обязательно, чтобы питомник был государственный. Чипирование, оно как бы, знаете, тоже не для нас, не для нашего менталитета. С Нового года четвероногих в Уральске не будут уничтожать. После стерилизации чипирования их будут выпускать обратно, на улицы города. Пока это только планы. Но и они тоже вызывают споры. Роза Сатканова, Виктор Сутягин, Руслан Газезов, Хабар 24.